Привет, меня зовут Наташа, ты на канале Наты Габиана Геймс, и я продолжаю проходить Black Book. Так, мы уже во второй главе, сейчас наша Василиса, главная героиня, находится на соленом заводе, там какая-то хрень, короче, завелась. Так, давай начнем, наверное, давай с чертей начнем. Что у нас тут? Ага, выполнили свою работку. Ба-ба-ба. Это что? Ой, у нас новый, да? И что? И все. Ну, давай, отправляем его. Так, что у нас тут еще есть? Ага, ага. Так. Плюс пять. Так, что у нас тут накладывает? Пять в первом ходе. Ага, потрясающе просто. Ладно. Давай с Прошкой поговорим. Послушай, Прошка, ты видишь нечистого на заводе своим бесовским взором? Да нечисти везде полно. И на заводе повстречаем. Но это же не значит, что мы во всех бедах виноваты. Ну, часто как раз таки вы. Это все ваши росказни друг другу. Вон, погляди на меня. Добрый, пушистый. Ага, а кроме тебя-то я еще не знам, а сколько чертей встречала. Так что-то мало пушистых. Ты их просто плохо узнала. Ну-ну. Ага, у нас тут посетитель. А ну, просыпайся, рассвет уже. Тебя Пахом зовет в контору. Че ты, соленоска новая? Ладно, некогда мне. Дверь не забудь затворить. Механик какой строгий. Ладно. Пойдем. Контора усть Боровского завода. Это у нас завод, да? Прикольно. Они крестятся и поспешно удаляются. В завод управления вы встречаетесь с Пахомом. А, Василиса. Ну, я тебе завод помогу осмотреть. Большой он. Да и богатство-то довольно. Соль все-таки. Но со мной везде пустят. Сначала до насос сходим. Там Алексейка работал. Потом в варницу. Там Петр пропал. Можем и дамбар дойти. Там нечисто видели в ту ночь. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Угу, давай узнаем. Пропал он первый. Как раз работал в ту ночь, когда рассол пошел. С тех пор про него не слышно. Может тебе что нового расскажут на насосе? Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Варница. Про Петра расскажи, что в варнице работал. О остатке соли унимал с Цирина в ту ночь. Рассола не было. Вот мы позже и варить стали. В варнице подробнее расскажут. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Что там у амбара-то видели? Мы пытались выследить супостата. Ночью тень углядели, хоть и в тумане все было. Но ее Тришка окрикнул, тень ты так. Она как начала метаться, что твоя рыба. Так человек не мечется. Вот у амбара это было, где на баржу соль грузим. Готовы идти? Или узнать, что хочешь? Пойдем. Все ясно. Пора в путь отправляться. Угу. Насосная башня. Пойдем туда. Перед вами вырастает высокий силуэт рассола подъемной башни. Кажется, она нависла над заводом, как сторожевая вышка. Изнутри доносятся размеренное шипение парового насоса. Эй, Иван, поди сюда. Это мастер у нас трубный. По бурению знаток. А, Пахом. Ты кого привел-то? Эта девка знаткая, из Чердани. Алексейку поможет найти. А я и гляжу, космачом идет. Тьфу! Векша пустоволоска. Совсем умом поехал? Колдунов на завод водить. Ну не забывай, с кем говоришь-то. Вещи Алексейке покажи. А мы че, буриль тут годами спину гнули, чтоб ты колдовок водил, ага? Че ты ее слушаешь? Она, небось, не знает ничего. Слышишь, красавица, ты хоть знаешь, че на этой башне-то делают? Как используется эта деревянная башня? Так, для защиты, варка соли, хранение соли, подъем соли. Ну, я думаю, очевидно, подъем соли. Это же подъемная башня. Башня насос защищает, которым бы рассол из скважины тянете. Хм, может, и не такая дурная затея у тебя по ком? Умна девка. Сейчас принесу вещи Алексейке. Рабочий выносит сверток, в котором вы находите клочок бумаги с неуклюжим стихотворением. Черноволосая краса, как смоль в лоса, как соль перста, как озеро глаза. Вот ведь плетет! Про кого он мог такое написать? Может, какую девку из соленосов полюбил? Ха! Это вряд ли. Там бы про соленые уши тогда было. Не знаю, про кого это, мне он не сказывал. Ну, работать мне пора. Че еще хотели? Что про пропавшего парня рассказать можешь? А че тут рассказывать? Ладный парень. И на чап влезет, и смекалист. Механизм понимает. Выпить любит стервец. Сейчас, небось, с Петром в кабаке, как ум, пируют. Эх, попадись он мне под руку. Говорят, нечистый утаскивает заводских. Видел, что странное? Ага, шепотуньи ходят тут по заводу, вот че странное. А ну, говори, че спрошено. Да не видел я ничего. Сами узнаете, что нет тут никаких бесов. Что делал Алексейка в башне в ночь, когда исчез? Я его оставил за насосом следить, раз рассол пошел. Особо ничего делать не надо. Знай, приглядывай. Он, небось, заскучал, да в питейный дом подался. Все ясно. Спасибо за помощь. Все ясно, короче, Алексейка алкаш. Пока не ясно. Черти были бы, так на месте бы задавили. Может, девка из стиха что-то знает? Где там Петр-то исчез? В варнице? Да, она вон там, за соляным ларем. Сначала до него сходим. Ага. Варница, соляной ларь. Давай туда. По дороге к Варнице Соливара окликает один из рабочих и начинает расспрашивать о пропаже. Пока Пахом занят разговором, вы решаете оглядеться. Тут широкий след, будто тащили что-то. Соляной ларь. Эка изба странная. Вот какая-то травка, да? Что это такое? Подожди. Это что? Столько видно соли в последние дни, что мешки где-нибудь попадя положили. Так, а там что было? Карапины. И что-то что? На просоленном бревне огромные следы когтей. Ничего себе. Так, вот какая-то трава. Трава. В крест. А где-нибудь еще есть трава? Вот что. Больше вроде нет. Да? Травку надо собирать. Давай, к рабочему пойдем. Ну, хорош уже. Барана, а ты за работу принимайся. Погоди. Не зря мы у Ларя остановились. Я на нем следы когтей заметила. Такие только у силы нечистой. Где они? Ох, Господи Иисусе! Иисусе, помилуй. Нужно мне взглянуть, что там внутри. Ну, что стоишь? Открывай. Ох, Пахом, не гневайся. Ключ потеряли от двери. Ну, бревна разбери. Так сильно просолились чё-то. Нам нужно открыть сегодня. Пока еще кого нечисть не задавила. Делают, что велено. А мы пока до Варницы сходим. Ведем в Варницу. Интересно, кто там такой обитает у них. С когтями. В Варнице царит палящий полумрак. Вы вспоминаете ваш визит в Междумирье во время посвящения ведьмы. А зноб пробирает вас от одного взгляда на раскаленный цирен. Эй, там! Бросай мешок! Спросим тебя про Петра. Здравствуйте, батюшка. Ты с Петром работал? Что про него расскажешь? Так я... А что рассказать-то не знаю. Робил хорошо. Все стараемся. Вот как-то так. Чем тут Петр занимался? Да как все. Пермянку варил. Эх, силач. Ладно, на палате подавал. Да это... Он вообще баска соль-то подавал. Тут умение надо. Не пьющий, ничего. Слышал про окаянного? Может, видел кого? Так слышал, господи помилуй. Но миновало. Ничего такого не видел. Петр все говорил, что мы тут сами, как черти в пекле. Я тебе покажу чертей. Болтай, да не забывайся. Ой, прости, батюшка. Не подумал, что сказал. Видел что-то необычное? Так ничего такого. Трудимся вовсю, матушка. Слышал только... Петр-то накануне говорил, что жениться собирается. Отча. Это еще что за новость? На ком? Так вот странно, ага. До сих пор не слышал, что сватался он. А тут про красавицу какую-то заговорил. Черноволоса, белокожа. Вот про такую рассказывал. Я думаю, может, к ней избежал. Какая-то баба у них там завелась. Здесь не похоже, что нечисть ютится. Нужно другие места осмотреть. Ты иди сама дальше, а я погляжу, что там с ларем соляным всталось. Ты, парень, со мной пойдешь, подсобишь. Уже темнеет. Поторопи там работников своих. Угу. Пойдем в амбар. Угрюмым великаном вырастает амбар. Здесь хранят соль после выварки, а затем грузят ее на барже. Внезапно во мраке при открытых ворот вы замечаете мохнатый силуэт. Вы оглядываетесь и видите. Солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом. Давай-ка круг очерчим. Маме, что. Вы чертите круг как раз вовремя. Из мрака является нечистой. К бою. Угу. Так, что он хочет? Нельзя использовать травы в течение семи ходов. Ого. Ничего себе ты, мразь. Давай так. Потрясающе, блин. Ого, семнадцать. Ничего себе. Так, надо наложить защиту на себя. Да? Четырнадцать. Давай ему еще порчу наложим. Ну и все. Что ж теперь? Блин, надавалось, что Прошка еще. Ага, ладно. Черт. Так, Прошка давай. Так, так. Так, что он хочет-то? Снимает положительный статус. Вот-то сволочь. Так вот так, может быть. Нет. Ах, может быть. Блин, давай на него. Нет, не на него. Давай вот так. Вот так вот. Падла. Он колдует, блин. Угу. Четырнадцать у него. Давай так. Давай так. У нас какой-то негативный статус. Ага. Давай вот это вот. Угу. Такс. Какого хрена? Блин. Почему у меня только белый? Давай так. Блин. Все равно он сейчас сдохнет, да? Ага. Так. Давай восстанавливать способность союзника. Аааа! Лиса и реки! Не убивай меня, бесячка, прошу! Бесячка? Векшицы меня часто зовут. Но чертом впервые. Глаза-то разуют. Давно суседки колдунов за чертей не принимали. Так ты не тот бес, что в соленом ларе поселился? Ух, ну дела. Черт, говоришь, в ларе живет? Видел его? Не видел, но мы тут все его чувствуем. Он с солью явился, теперь людей жрать начал. Ух, ну дела. Почему на меня напал? Ты заводских поубивал? Нет, нет, я мирный дух. Без изваря их уморил. Ну, даже банники скажут, что творится. Ух, ну дела. Ты на суседку похож. Что ты за дух такой? Я суседку и есть. Тут изба стояла, а хозяева забрать меня забыли. Потом в амбаре стал жить, когда его выстроили. А сейчас что творится? Ух, ну дела. Пора мне дальше идти. Полночь скоро. А с тобой что делать? А, убить духа, оставить духа. Да давай оставим. Ты тут оставайся и дальше амбар охраняй. Демон кивает и растворяется во мраке. Угу, пойдем. Это что, бани? Пойдем в баню. Вы открываете дверь в заводскую баню. Внутри старого серого здания чувствуется присутствие нечистой силы. Вы делаете несколько шагов внутрь, и вокруг вас появляются банники. Давай поговорим. Ну вот, бани. Дары говорите. Обмануть банников, сказать правду. Нет, давай скажем правду. Какая я банница? Я колдунья обычная. Ну, ну-ка. И то верно. Живыми смердит. Тогда где-то банница, что мы видали. Как она выглядела? Может, я помогу? Да как, бледная, волосы длинные. Ну, точно банница. Я бы банницу бледной не назвала. Вашей я не видела. Но тоже этого духа ищу. Найдешь? К нам направь. А пока пойди прочь. Живым тут ночью не место. Духи исчезают под полком и оставляют вас в одиночестве. Остается только продолжить путь. Ага, это что, берег Камы? Вы подходите к берегу реки, замечаете у кромки воды черный силуэт и замерев раздумываете, что делать дальше. Возможно, это и есть та самая нечисть, виновница пропаж Салибана. Давай подойдем поближе. Оказывается, вам повстречался припозднившийся рыбак из ближайшей деревни. Он замечает вас и откладывает удочку в сторону. Не боишься по ночам рыбачить? Говорят, тут нечистая сила водится. Не, не боюсь. У меня берег есть сильный. С ним никакой нечистый не страшен. Я даже сам видал этого нечистого. Что за берег такой? А, от бабки одной достался. Вещь-то хорошая. Даже беса отпугнет. Может, о цене договоримся? Мне от нечистого пригодился бы амулет. Чё, тоже бесяков боишься? Ну, почему нет? Вот он. Смотри. Это что это? У него грибы какие-то порча. Три на противника. Наносит три на чалехода. Игнорирую. Защиту. Такс. Надо, наверное... Поганый гриб. Порча семь. Василиса. Наносит семь на чалехода. Да, игнорирую. Так, я от каждого всего крови наносит вам. Блин. Вот, три всем противникам давай. Это что такое? Чёртовая стойкость к статусу глаз стойкость не может быть под влиянием в статусу... Да. Может быть, вот это купить ещё? Порча три на противника. Так. Ага, что... И всё, да? И всё у него. Ну, ладно. Блин, трав бы нам... Адамову голову бы купить. Ну, ладно. Пойдём дальше. Соляной ларь. Уже стемнело, а рабочие до сих пор не могут вскрыть соляной ларь. В глазах людей вы замечаете беспокойство. Пахом расхаживает из стороны в сторону и раздаёт команды. Кажется, он обеспокоен больше других. Что у нас? Разрыв трава. Такс, ещё где-то есть какая-нибудь трава. Нам нужна трава! Угу. И что? Чувствую колдовство. Здесь бесовской разрыв трава поможет открыть. Ясно. Как это сделать? Вот тут возьмись. Давай! Раз, два! Кажется, знаю я, как дверь открыть. Да и что за нечисть вас занимает, я догадалась. Какая нечисть виновата в пропаже солеваров? Банница, водяной, чёрт из ада, русалка. Банница, водяной. Наверное, может быть, русалка? Водяной? Наверное, русалка. Всё-таки какая-то там женщина с волосами. Ну, я думаю, явно не водяной. Работники твои все про красавицу какую-то говорили. Один-то жениться хотел, пока его, видать, она не задавила. Похоже, в соленом ларе водяниться-фараонка завелась. Ой, Господи Иисусе! Сейчас скрою эту дверь, так я покажу этому нечистому силушку русскую. Погодите, я на дверь пошепчу. В сторону отойдите. Дайте векшиться своё делать. А этот сразу... Ну, тупая, тупая, а сейчас уже тю-тю-тю-тю. Ну, вот это красавица, да? Ужас какой. Ваши предположения оказались верны. В соленом ларе поселилась русалка. Быстрым движением вы чертите круг и раздумываете над дальнейшим шагом. Так, ну давай поговорим. Кто тут шумит? Ещё луна же не взошла. Батюшки, сколько покойников. Покойники? Они только спят, голубушка. Ведь луна ещё не взошла. Как же они могут спать, если я отсюда мертвичину чу? Ну, если ты настаиваешь, я могу разбудить моих друзей. Нет, подожди. Скажи сначала... Ты зачем тут чертиха? Меня мой батюшка послал. Водяной. Думаю, чтобы я нашла новых друзей. С ними мы вместе будем вечно. Близко друг к дружке. Как ёлушка с веточками. Так ведь, ребята? Трупы только размеренно покачиваются в рассоле. Новый способ находить друзей, да? Убивать. Зачем? За что? Почему ты убила всех этих рабочих? Убила? Они живые! Живые навечно! Почему на заводе рассол исчезал? И почему снова появился? С Оливаром повезло, что у них есть такая добрая подруга, как я. Я дарю им жизнь, любовь и богатство. О чём ещё можно мечтать? Чтобы их не топили в рассоле, например. Разве ты поймёшь, что ты вообще за нечисть такая? Ну, давай, пойдём в бой. Я как раз хочу открыть водяную печать. Может, твоя душа сгодится? Ох, как же! А я собиралась и тебе предложить вечную жизнь. Ты очень милая. Кажется, мы сильно похожи. Вы достаёте гребень, что нашли на берегу реки по дороге к заводу. Точно, похоже. И гребни-то у нас одинаковы. Где ты его взяла, Векша? Я вырву этот гребень из твоих мёртвых рук! Вот так вот. Ой, блин. Ничего себе. Здоровья 200. Так, что она хочет, призывает другую нечисть. Ага. Такс, ну давай, начинаем. Начинаем, бой! Да? Надо подлечиться, блин. Чёрт. Ладно. Друзья Соливары. Так, что наносит один в начале хода? Корча 13. Блин. Чёрт. Блин, она 29, да? 12. Подожди. Так вот, может, хотя бы. Давай ещё и Прошка. Так, а тут что? Ох, блин. У меня адамовой головы нет. Чёрт. Чёрт. Давай так, наверное, вот так вот. Дэ. 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 блин а как мне подлечиться блин чё делать-то они так не спойтет блин где мне это дамову голову-то взять ну что я думаю мы на сегодня на этом закончим и отправимся уже убивать русалку в следующий раз если вам понравилось то ставьте лайк подписывайтесь и пока 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 пока